МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Еда живая и мертвая, научно-кулинарная программа о том, что мы едим и как это влияет на здоровье. Каждую неделю я, Сергей Малоземов, отвечаю на один из многочисленных вопросов, которые приходят нам от зрителей. Наш зритель Семен Салихов из Челябинска интересуется, правда ли шелуха от подсолнечных семечек вызывает аппендицит? Или это миф? Разберемся. Многие считают, что червеобразный отросток слепой кишки, аппендикс, орган не только бесполезный, но и вредный. В нем могут скапливаться непереваренные остатки пищи, например, косточки, семечки или шелуха. Так ли это, решили выяснить медики одной из турецких больниц. Они исследовали почти две тысячи удаленных отростков. И только в одном обнаружили фруктовые семечки, еще в семи непереваренные остатки пищи. Ничего похожего на шелуху не было. Так что привычка грызть семечки к аппендициту не ведет. Даже наоборот, ученые полагают, что регулярное употребление растительной клетчатки, в том числе и семечек, уменьшает вероятность развития этого заболевания, потому что улучшает моторику кишечника. Опасность в семечках может представлять разве что грязь. И вот инфицирование может вызвать приступ аппендицита. То есть такие инфекции, как сальмонеллез, такие инфекции, как иерсинеоз, они на определенные сутки могут давать классический приступ аппендицита. Кстати, по последним данным, червеобразный отросток играет важную роль в иммунной защите организма. Более того, он может являться настоящим домом для так называемых хороших бактерий кишечника. Так что это вовсе не бесполезный орган. Семен, спасибо за интересный вопрос. По еженедельной традиции вам достается в подарок моя книга. Причем новая. Еда живая и мертвая. Продукты целителей и продукты убийцы. Любые вопросы принимаются на наших страницах в социальных сетях и на сайте www.eda.show. Всем постараемся ответить.